христос воскресе воистину воскресе Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Молимся... 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 Не отвечает... Если Бог на молитве... Что делать... Время покажет... Время покажет... понятно что она покажет но поступать как так сегодня сейчас образуя с воли как волю узнать не может ответить ну ты говорит дай ответ раз ты такой раз ты знаешь я говорю так в библии то воля божья сказано в слове его слово его читаю и знаешь просят только не просят вот эти вот когда привезут мощи и записки подают там кого-то матронушку провозили вот читали эти записки то батюшка по у нас зачитывал читал книга такая молитвенные просьбы все только плотское материальное духовного ни одного там может 1 2 на нас нашли работы денег жениха богатого дом машину жилье все просят детей если у кого нету или там здоровья главное здоровье а то что написано страдающей плотью перестает грешить просят здоровья ближним ты говорю мам как уверовал ну вот ты заболел я уверовал через болезнь так может не о здоровье надо просить конечно греха болезнь но однако результат я через болезнь и смерть отца уверовал моя мама через мою болезнь уверовала поздравят здравида за упокой все две две записки записки о повращении не принято там мы просим господи обрати с родников наших сам знаешь какими путями и господь знает если через что ты заболел не уразумляешься прин заболеет честра когда человек начинает молиться обращаться к богу и идет обращение обращается к богу в молитву и в просьбу три ступени молитвенная первая просительная на ней все стоят мусульмане просят и буддисты просят вторая ступень это благодарственно когда мы получаем от бога то чего просим просить ничего не охота и славить бога просто славить бога за все условия так ну что идем дальше тогда вопросов нет пока шестнадцатые и семнадцатые стихи 1 и она 5 глава если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти есть грех к смерти не о том говорю чтобы он молился всякая неправда есть грех но есть грех не к смерти толкование сказав что бог исполняет прошения наши согласны с его волей апостол теперь ясно высказывает желание свое о том чего бы мы просили по воле божьей и как он много почти через все послание говорил о любви брату и о том что бог желает чтобы мы соблюдали любовь брату не лицемерно то теперь одним из желаний его и самым лучшим называет то когда кто видит брата своего согрешающего грехом не смертным то пусть просит и даст ему что даст жизнь вечную кому согрешающим не к смерти вообще он разделяет грех так всякая неправда есть грех и один грех к смерти другой не к смерти но о грехе к смерти говорит пусть не просит то есть не молится ибо не будет услышан потому что просит не на добро разумеет того что не показывает никакого обращения а разумеет того кто не показывает никакого обращения ибо грех к смерти тот и есть только в котором не приносят раскаяния этим грехом и дуговал иуда и подвергся вечной смерти злопамятные также грешат к смерти притча 12 26 праведник указывает ближнему своему путь а путь нечестивых вводит их в заблуждение ибо те кои помнят зло и не прекращают гнева на ближнего не обращаются к покаянию но согрешают непростительно так что не молиться за таких людей которые грешат к смерти и не каются или все таки просить Бога чтобы Господь остановил это или Бог не услышит раз он не кается или может быть есть начало покаяния у грешника и он сразу не может отвергнуть грех но уже увы начало покаяния и может быть тогда молитвенная поддержка как-то его утешит будет его вдохновлять зная что кто-то за него молится и просит избавления от греха а который и не думает отставать от греха ну и логично а что за него молиться если он и не думает это его выбор его воля и Господь и не слышит он и говорит а что это человек свободный в выборе грешить не грешить Бог не может повлиять на свободный выбор человек создан по образу и подобию Божию свободным в выборе между добром и злом от дерева познания добра не ешь но вкусила и узнала добро и зло а что узнала то что Бога слушать это добро а не слушать это зло человек знает что например курение везде курение убивает он знает но выбор это его свободный выбор он курит и а можно молить Бога Господи помоги ему бросить курить можно если бы он сам говорит я не могу бросить но вот как бы кто бы мне помог бы вот расскажи тогда да а когда он и не думает ну все молиться Бог говорит вроде я так понимаю что не о том говорю чтобы он молился то есть грех к смерти и толкователь нам говорит это грех в котором не собирает человек вообще раскаиваться и не хочет оставлять вот это и и хула на Духа Святого не простится и тоже толкователи нам говорят что хула на Духа Святого это грех в котором нет покаяния и вот здесь пример приводится Иуда Иуда и тоже спорят раскаялся Иуда или не раскаялся он сказал предал я кровь невинную а потом повесился что произошло в этот момент вот начинают рассуждать что там в этот момент у него была пустота или отчаяние или гордыня и ой вопросы по этому отрывку пожалуйста может быть у кого-то мысли какие-то вот нет греха есть есть грехи до крещения осознанные грехи нечаянные грехи то есть поэтому и сказано как бы в одном пустоте в одном месте рожденный свыше не грешит а в другом месте кто говорит что он не грешит тот лжет лжет так как быть то какой-то вроде противоречит столкновение так вот надо понимать что до крещения ты грешил грешил а если ты говоришь а я в чем мне кается я святой я никого не убил никого не не ограбил все я крещеный меня поют что накопались понятно что человек не собирается менять жизнь и он живет во грехе сам не видя что он живет тогда Господь посылает ему обличителей которые по слову Божию начинают его обличать поступаешь так а в слове Божия написано так да он либо принимает и кается либо портует в своем я безгрешный есть такая категория людей я никому злая никогда не делал и не желал все я верю я верующий там прору на Пасху раз в год там иногда как таким быть есть грех грех не к смерти но я думаю что это вот грехи нечаянные грехи опять же нечаянных то есть дьявол его соблазнил вроде как дьявол виноват я не виноват это он меня жена которую ты мне дал она мне дала и я вроде как я не виноват да виноват что жену послушал то что дьявола тоже но написано этот грех не к смерти человек кается просит в этом прощения и впредь он обещает быть бдительным и не подпускать к себе лукавого и заделывать этот грех ну вроде можно дальше идти спросить да можно так все таки о какой молитве то идет речь в этом стихе неужели не надо молиться за за обращение тех людей которые пусть даже беспокаянные кажется уже хорошее 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 я вот тоже его задал ответ то я и да кажется неужели как бог не желает смерти грешника но желает чтобы все покаяли а тут нам не молитесь вроде как бесполезно а как узнать написано раньше времени не судите никак а то так его осудили что он никогда не раскается что за него молиться вот получается вот недопонимание да без Игнать Тихоновича нам сложно разобраться помогайте Святый Отче не о том молиться чтобы простил грех ты же ответил а об обращении надо молиться всегда доколе жив человек понятно то есть молитва и грех греху рознь и молитва молитве рознь об обращении молиться можно но молиться о том чтобы Господь простил грех которым тот сам человек не каяться да это бесполезно написано не удерживая меч Господень от крови да да сорок восемь десять иеремия возмездие за грех смерти человека ты напугал этой смертью если он этот выбор сделал в пользу смерти ты ему предложил выбери жизнь проклятие и благословение но он выбрал проклятие и смерть это его выбор священники иногда встречаются при исповеди когда она там вызывает человек был верующий потом пал и теперь умирает в страшных мучениях мне нет никакого прощения я не хотел вас вызывать это жена она стояла бабка там он я похудел Духа Святого священник говорит ну ты сказал что ты в этом раскаиваешься да если ты раскаиваешься значит ты не похудел Духа Святого если похудел он отошел и он тебе не даст раскаяния уже раскаяния у тебя не будет вот как определяется просто если ты сделал страшный невыносимый непроизносимый даже вслух грех то все равно Господь милостивый прощает если ты раскаиваешься тем более последние минуты с осознанием этого из глубины сердца и конечно подтверди это чем-то а чем подтвердить если жизнь продолжается дай какой-то обед это позволяется сделать обед то есть я непременно это выполню особенно цена это милостыня милостыня от сердца все отошел еще есть такое мнение вот батюшки вот призывают чаще исповедуйтесь чаще прочищайтесь люди идут на это и мы видим что ничего доброго из этого нет люди просто привыкают перечислять свои запинающиеся грехи в котором на самом деле покаяния нет просто идет перечисление систематическое периодическое одних и тех же грехов это как это Богу нужно или все таки нужно человеку выразумить ну в самом деле ну сколько можно тут возьми хотя наш батюшка хотя бы один грех за один пост возьми и избавь за за год уже от четырех грехов избавишься от запинающихся грехов а так вот одни и те же перечислять и все как в ступе сбаламутил эту бочку спамет она опять до следующего поста отстаивается пришел опять на исповедь опять эту бочку спамет он сбаламутил а как она грязная была этот сосуд так он и не очищается Господь очищает нас от всякого греха написано очищает значит очищает это значит человек больше не делает эти грехи а не просто он да я грешный супергрешный я на исповедь хожу эти грехи перечисляю поэтому я православный да как вот с этим то быть то это заблуждение Игнать а можно вопрос задать Сережа да вот это откуда у тебя опыт ты был священником что ли исповедовал что тебе приходят каждый раз с одними теми же грех 하면 и вот как ты можешь судить человека с какими грехами он приходит вот исправляется он или нет да мне священники рассказывали об этом священники рассказывали священники мне об этом рассказывали ну а как они ведут тогда пастерскую работу с людьми ну как вот они могут быть они сами неверующие священники ну тогда и разговора нет если священики неверующие никак не ведут, тогда здесь вообще ничего нет, пусто. А сейчас о чем говорить? Эпитемию редко кто оглашает. А при чем тут не эпитемия? Здесь эпитемия уже дело десятое. Здесь, ну, как короче сказать... Оно не десятое может быть, а оно первое. Даже двадцатое. Двадцатое, двадцатьпятое. Страх эпитемии может удерживать от грехата? Страх отлучения от причастия? Нет. Прежде всего, страх отлучения с Богом должен быть. А причастие это и есть отлучение. А вот это вот хула на Духа Святаго, когда человек перестает бояться Бога и перестает согрешить. А эпитемия это уже там наказание, это уже десятое. Это уже десятое. Самое главное, чтобы человек не грешил. А если он будет бояться эпитемии, ну, что, тогда давай поставим меч, кто согрешил, сразу голову рубить, и все, и тогда ладно. Не голову руби, что ты передергиваешь, Сергей, отлучать от церкви. Священник учит. Я вон прихожу к священнику. Сергей, я тебя уже один раз предупреждал насчет вот этих вот подборов выражений. Несет помой и все. Конечно, это настоящие, Сережа, это помой на церковь Божию. На церковь Божию помой. Это хула на Духа Святаго, на самом деле. Откуда у тебя опыт такой? Ты священник, ты сам исповедовал. Ну, нет, тебе зачем все постоянно вот это вот говорить? А почему тебя это бесит-то? Ты у тебя запинающий грех, что ли, или что, от которого ты не можешь избавиться? Или ты защищаешь священников? При чем тут мои грехи? При чем тут мои грехи? Ну, а какая причина, что ты так вот... Я говорю правду. Когда... А может, не правду. Вот ты покопайся в себе и узнай. И посмотри, как один живет, как человек рядом, справа с тебя, слева от тебя живет. Да, у меня у самого были, что мне говорят, вот я перед тобой, у меня были запинающиеся грехи, которые я каждый раз повторял. Это были личные. А потом, я батюшка его стыдил, и я стал от них избавляться. А другие от них вычисляю. Ну, есть еще и другой батюшка тоже. Я вот пришел на исповедь к священнику, он мне сразу сначала говорит, ну и что будем делать? Все, значит что, избавляемся. Он говорит, как будем бороться? Будем, да, все могу вызвать. В укрепляющем меня христе. Он говорит, хорошо, все, прощаются грехи, иди. И каждый раз со всеми он так беседует, чтобы человек исправлялся. Да, это Бог. Ну, а если, допустим, человек пообещал, такой-то вариант. Постоянно, ну что, и он... А если человек пообещал, а на следующий день приходит, и опять батюшка, я вот, ну не смог, опять сблудил, что делать? Ну, батюшка опять, ну ладно, ну давай, ты обещаешь еще раз, а на следующую исповедь, через неделю, опять батюшка, я опять там выпил, закурил, сблудил. Блуд, это грех, который отлучает от причастия. Блуд, это грех от причастия. Посмотрите. Грех не к смерти, и грех к смерти. Заблуд отлучает причастие вообще. Как он может каждый день блудить? Там, здесь идет о пустословии, там о каком-то, там, это самое, о зависти, там, который вот подзавис... А блуд, это страшный грех, это отлучение от причастия. Сразу идет. Вот здесь грех смерти, если... Не знаю. Сразу идет. Вот у бракоразводных этих процессов в пачке лежат, и всех прочищают. Никто приглашенный, и, видите, не выходит. Наша Московская Патриархия, наш храм, в который я ходил, Никольский. Я сам эти пачки читал, сам эти заявления подавал о разводе. Благословляю, благословляю, благословляю. И все ходят и прочищаются. Ну, это беда. Ну, я об этой беде и кричу, а ты мне рот затыкаешь, называешь это помойами. Помойка в церкви, я хочу от нее избавиться. О другом шла речь там. Причем тут, человек соблудил все, это получается от причастия. Ну, все. А здесь идет о таких грехах, о зависти, о пустослужии, смехотворстве. Там еще грехи не к смерти сказаны. Ну, смотри, если человек, вот давай зависть, не к смерти, вот он сегодня позавидовал, завтра позавидовал, и вот завидует и завидует. Вот. С ним с этим борется, а ничего не может. Он не каится. Он может не завидовать? Может. А он все равно завидует, я говорю, что я завидую, и все. Вот он с этим борется, старается не завидовать, он в этом кается. Но все равно, его захватил крючком бес, и вот это постепенно происходит. Он должен подавать милость, постепенно от этого избавляться. Постепенно. А написано в Писании, ныне день спасения, ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердец вашего. Здесь и сейчас. Вот. А может сразу восстать твердую веру? Всяко может. Ну, во всяком случае, он видит этот грех. Увы, начало покаяния. А если сначала... А убийство, блуд, прелюбодеяние, это грехи, те, которые человек несет эпитимию, сразу эпитимию, без вопросов. Там не может быть какие-то сусикуси. Это все. Все. Но этого, к сожалению, нет. Я сам свидетель, живой свидетель. Идем дальше. 18-21 стихи. Первое послание Иоанна, 5 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да, познаем Бога истинного и добудем в едином Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Толкование. Наставив нас тому, какой грех к смерти и какой не к смерти, затем обозначает, кто может грешить к смерти и говорит, усыновленный Богом никогда не может болеть грехом ни к смерти, ни не к смерти. Вот это. Ибо однажды, предав себя самого Христу, обитающему в нем через усыновление, он остается неприкосновенным для греха. Однако, чтобы кто-нибудь не подумал, что природа его притворяется и становится уже неуловимой для греха, прибавляет. Храните себя. То есть, если не будете хранить и беречь себя от лукавого, то без сомнения согрешите. Итак, он не по природе достигает безгрешности, но по великому дару Божию. Бог, усыновив нас, удостоил нас такой благодати, что мы, сохраняя и соблюдая подданный нам от него дар, можем и не грешить. В противном случае, так как мир под миром разумеет тех, которые не поставили себя в отношении к Богу, в положение сынов через правые дела, во зле лежит, ничто не воспрепятствовало бы нам пристать к погибающим, потому что мысль человека от юности его усердно прилежит на зло. Бытие 8.21 Как Бог показал это при потопе. Но как пришел Сын Божий и дал нам разум к познанию Его, истинного Бога и пребыванию в Нем, истинном Сыне Его Иисусе Христе, что через этот великий дар мы познали, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная, и познав, пребываем неискушенными от лукавого и соблазнов Его. Так как апостол писал настоящее послание к совершенным верующим, то некоторые спрашивали, для чего Он заповедует им хранить себя от идолов. Апостол писал это всей церкви, которая не вся наполнена была людьми избранными, а между ними иные были и с неправым расположением. Таким и дает Он заповедь эту, опасаясь за их слабость. Блаженный Феофилакт опустил здесь следующий седьмой стих. Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Причина этого, конечно, то, что у него был под руками такой текст Нового Завета, в котором нет этого стиха. Между тем, стих этот есть во многих других списках Нового Завета. Потреблялся святыми отцами и писателями церковными. Необходимо требуется составом речи апостольской. Короче говоря, этот стих несомненно подлинный. Митрополит Макарий том первый правдогм богословия страница 235-241 СПБ 1850 Вот я сейчас читаю, вспоминаю со свидетелем Иеговы беседовал. Они говорят нет, это неверный перевод, до этого не было этих стихов в Том Завете, это потом уже православные придумали и сказили. А истинное вот нет слово Троица нет Библии это нет. И вот сейчас мы читаем тоже нету этих слов. Однако в полковании говорится, что эти слова в других списках были и они несомненно подлинны и истинны. не нужно смущаться и сомневаться на сей счет. Что-то было утеряно, что-то было там а то, что специально добавили, чтобы священное писание нет, символ веры там специально добавляли, когда боролись царианской ересью, это было в писании, я не верю, чтобы специально потом священное писание добавляли. Нет. Вот можно я чуть добавлю? Да, можно. Самое интересно, что вот этого стиха, вот если говорить в Елизаветинской Библии, он есть уже в новом переводе, церковно-славянском, с которого и сделан синодальный наш перевод. А вот Острожская Библия, напечатанная Иоанном Федором Перопечатником, то есть Старобрядческая Библия, там нет этого стиха, там говорится так, и дух есть и дух есть свидетель, я как дух естественно, я как три суть свидетельствующие дух и вода и кровь, и три в едино суть. Вот, вот и все. А три на небе и три на земле об этом нет. Вот поэтому и нужен был перевод Алексея Михайловича, чтобы вот такие вот непонятные вещи донести до русского народа. Потому что вот до этого были вот такие вот списки, вот такие вот печатные. Не в Геннадьевской Библии, не в этой, не в Острожской нет этого. Печаталось других. Причину не знаешь, почему в одних есть, а в других нет. Ну, как я понимаю, причина такая, что Александрийская школа в основном, вот в Александрийской, ну, в Александрийских переводах, в Александрийской школе, вот оттуда жарианство и пошло, вот этот седьмой стих, он как бы был переиначен. У них по-другому он. Вот как в Острожской Библии. Как сейчас многие модные переводы это печатают. Вот. А Антиохийская обычно и Римская школа там этот стих был. Вот. Понятно. То есть православные говорят, Ариане из Кайдзиля, а Ариане говорят... Да, да, это, ну, греки в основном, греческих, ранних, не ранних, а греческих, вот таких вот, более уже поздних, 2-го, 3-го века, там, где вот арианствовали, вот они как бы этот стих немножко переначали, как я понимаю. Это именно Александрийская школа. В 1-го, 2-го веке самое ранее, там они были отца сына Святого Духа, да? Ну, да, я думаю, да, было. Вопросы есть, нет? Тогда идем дальше. Второе послание Иоанна, 1-я глава, 1-й, 2-й стихии. Старец избранной госпожей и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Толкование. Некоторые думали, что настоящее послание, как и следующее за ним, принадлежит не Иоанну, возлюбленному ученику Господа, но другому лицу, ему соименному, потому что в том и другом послании писатель называет себя пресвитером, старцем, и одно послание пишет не к одной женщине, и одно послание пишет к одной женщине, а другое к Гаею, снова к одному, что не подходит посланию, называемому соборным, при том начало этого послания не такое, какое в первом послании. На этом мы скажем следующее. В первом послании он не сделал такого начала, которое здесь, потому что писал его не к определенному лицу, или к церкви известного места, как сделал апостол Петр, определенно означав, что он пишет к иудеям, находящимся в рассеянии, и прежде него апостол Яков, но обращался с речью ко всем вообще верным, собранным ли, или находящимся в рассеянии, и потому опустил это начало. Здесь называет себя пресвитером, а не апостолом, не рабом Иисуса Христа, как прочие апостолы. Не называет себя апостолом, быть может, потому что он не первый проповедовал Евангелие в Азии, но после Павла, и не проходом, как тот, но постоянно оставаясь там. Не назвал себя рабом Иисуса Христа, потому что при сильной любви надеялся быть вне страха рабства. Пресвитером же старца, только он соизволил называть себя или потому, что писал эти послания уже в старости, или потому, что именем Пресвитера обозначил свое епископство, так как в то время имя Пресвитера обыкновенно употреблялось и о епископах. Пишет к верной женщине, этим нисколько не унижает себя, потому что во Христе Иисусе не имеет различия ни мужеский пол, ни женский, Галатам 3, 28. Пишет к одному Гаю, по примеру апостола Павла, который пишет к Титу, к Тимофею и к частному лицу Филимону. Это о начале послания. Подлинность этих посланий обнаруживается из образа выражения и прочего строя речи. Ибо и здесь писатель часто повторяет свою речь, говоря одно и то же, об одном и том же, при малом к тому поводу, чтобы утвердить речь. О двух предметах просит апостол избранную ту, о том, чтобы она ходила в любви и о том, чтобы отвращалась еретиков. Называет ее избранной или по имени или по любви к добродетели. Говорит, что любит ее поистине и не только ее, но и всех единоправных ей, имеющих истину, утвержденную в самих себе. Говорит, что любит поистине, ибо можно любить притворно, одними устами, как сам он в первом послании 3.18 обличил некоторых верующих, но лицемерных. Сказав, которая пребывает в нас, прибавил и будет с нами вовек. К этому опять присовокупил, что будет с нами благодать и милость, показывая, какие блага произрастают от совершенной любви. Вопросы? 1-я глава 3-я стих 2-го послания Иоанна. Да будет с вами благодать, мир, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа Сына Отчего в истине и любви. Толкование. Ибо один только Бог в свободном смысле есть Отец Сына. Посему и Павел говорит, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Офесянам 3-15. В истине и любви этими словами придает достоверность речи и указывает признак любви, о которой говорит мир, то есть мир истинный и твердый, а не по одному только виду. 4-6 стих Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, входящих в истине, как вы получили заповедь от отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Толкование. Поистине дело весьма радостное найти человека непреткновенно идущего поприщем веры во Христа по его заповеди. Какая же это заповедь? Та, о которой Христос говорит в Евангелии. Ибо кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. Евангелие Атриана 14.23 Отцом называют здесь Христа, потому что Он есть и Отец тех сыновей, которые по домостроительству даны Ему Отцом, как сказано, вот Я и дети, которых дал Мне Бог. Писая 8.18 Примечая здесь подлинность настоящего послания. В этом случае оно согласно со сказанным в первом послании 5.2-3 стихи Знаем, что любящий Бога соблюдает заповеди Его. Ибо поступать по заповедям то же, что соблюдать их. Добродетели деятельны и бытие имеют тогда, когда совершаются. По всему кто перестал ходить в добродетелях, тот и не хранит их. Ходящих сказано с мыслью указать на преуспеяние, ибо чем более кто действует в добродетели, тем далее уходит вперед, тем больше приобретает навык добру. Посему думаю сказано и сие, во что желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1.12 Ибо благо дарованное нам вочеловечившимся словом столь велики, что и ангелам желательно получить хотя некоторое понятие о них. Ибо так нужно понимать проникнуть всякий благоразумный желает того, что не прекратится, но продолжится навсегда. И как неисчерпаемое нельзя всецело объять, то желательно по крайней мере несколько насколько возможно сделать соучастником днем не как новую заповедь и объясняет о любви, что сущность ее заключается в хождении по ней и заповедь о ней есть заповедь от начала и дана не для для того, чтобы вы поступали по ней. Вопросы, пожалуйста. Я хотел бы узнать, но о любви к Богу это как бы получается ходить в слове до Господа получается о любви к Богу. Заповеди его соблюдают в первую очередь. Ну, то есть, чтобы соблюдать заповеди надо сначала знать, какие они правильно понимают. Конечно. То есть, то есть, таким образом знать в Писании и другими словами получают. Правильно я понимаю? Правильно. Потому что прежде чем соблюдать заповеди. Если мы не знаем, то нарушаем, а если нарушаем, согрешаем. И от того, что не знаем. Я есть свет, свет во тьме светит. Должны быть просвещены Словом Божьим. Безусловно. А иначе во тьме, во грехах, в неведении. Есть грехи в ведении и в неведении. Мы просим прощения в Вече Прости мне, Господи, грехи в ведении и неведении. То есть, знал, что это нельзя, согрешил. А если еще не знал, потом узнал эту заповедь. Сразу всю Библию узнать. Ну, да. То есть, это дело большого времени жизни, так скажем. Потому что, ну, такой... Да, он называется строительство, да. Дом не в один же день строится. Домостроительство станет будет, да. что, ну, как вот, потому что-то читаешь, но ты же не разумеешь до конца что читаешь. как бы, ну, читаешь, там, прочитал, там, собственно, я имею редкий завет, ну, прочитал, там, а до конца, там, не осознал, не осознается, там, о чем говорится, как это глубина, широта, вот, и сегодняшним событиям, как это можно отнести, если бы возможно, то есть, вот это вот, конечно, толкование, конечно, потому что в толкованиях не всегда там есть, там, то, что, как бы, хотелось бы, как это бывает, что-то. Да, то есть мы имеем писание, имеем толкование, имеем духовных наставников, учителей, и то, и у нас очень трудно бывает разобраться в некоторых вопросах. Да, вы правы, конечно. Ну, получается, прежде чем любовь к Богу, первая заповедь, самая основная, получается, то, что, ну, нарушается, получается, если мы, не знаем, ну, или как бы через любовь ближнему, все-таки, да, так получается, таким образом. то есть, любовь к Богу, через любовь к ближнему, по, по, любовь к ближнему, по Боге, да, так скажем? Ну, да, если кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, то, понятно, что как может любить того, которого не видит, ненавидя того, которого видит. Десять заповедей, Моисея, четыре первые заповеди о любви к Богу, а остальные шесть о любви к брату, друг к другу. И Господь, Он говорит, если ты идешь в храм, оставь жертвенник твой, если ты вспомнил, что на тебя имеет брат твой, иди, примирись прежде с братом, а потом уже принесешь жертву. Не, Бог даже себя, как бы, на второй план ставит, ему главное, чтобы мы любили друг друга. И от того узнает, что вы мои ученики, что имеете любовь между собой. Любовь. А что это любовь? Это соблюдение заповедей. Не убей, если ты любишь, как ты его убьешь. Не укради, если ты его любишь, как ты его обворуешь. Если ты жену любишь, как ты ей будешь изменять, не при любодействии. Если ты брата любишь, как ты ему будешь завидовать, ты будешь только радоваться, реальному состоянию, допустим. Ну да, поэтому этому всему нужно учиться после всего, скажем, после другой жизни, скажем, когда все вокруг по-другому настроено. Да, крещение это вход в церковь, а дальше идет работа. И одних поставил в церкви учителями, других апостолами, третьих пророками, евангелистами. Учителями поставил в церкви. Для чего? Если бы не надо было бы учиться, то и для чего ставить учителей в церкви. А в другом месте написано и Дух Святый научит вас. И вы не будете иметь нужды учителя. Это о чем здесь говорится. Духа Святого пока мы как-то не имеем. Сектанты любят этот стих приводить. А зачем нам ваше толкование знать? Нас Дух Святой так напрямую учит без толкователя. Это конечно здорово очень, что у всех как это есть. Дух Святый это как понимается некоторые ангелы я вот не могу понять то не толкует так то как так Дух Святый Господа или это там просто ангел Господа или что странно так хоризматов много о Духе принято говорить не сразу в православии как-то о Духе Святом мало сказано о рождении свыше мало сказано кто не родится от воды и духа не увидит царство и у у него даже Никодим спрашивает как обратно утробу матери залез ты Никодим учитель церкви и ты этого не знаешь не знаю Господи родящийся плоти есть плот родящийся дух есть дух ну вот опять же посещение Духа Святаго это ну это сложно посещение не посещение что такое посещение Духом Святым это разве не то когда человек видит свои грехи или видит грехи ближнего своего допустим то есть это мне ну как бы я думал что это и есть посещение когда у человека как бы открываются глаза вот это имеется ввиду то есть это не видение я думаю никакое не откровение а именно то что ты начинаешь видеть свет и тьму как бы различать Игнатий Тихонов человек грешил оттуда вообще же грешал и особого внимания не придавал ну да у у меня как-то вот так что не знаю надо ли личное что-то погромче маленько или микрофончик я говорю личное может быть и не нужно да что когда после крещения у меня ничего каких изменений не было потому что крещение взрослого в возрасте было никаких изменений совершенно и не было после крещения а причина по которой вы крещение принимали какая а я не знаю даже по какой причине не знаю просто захотелось креститься и все больше ничего никакие причины вот таких вот тайных еще что-то приехал как бы тесть и тесть тоже хотел покреститься и как-то ну как-то до этого разговаривали и потом пошли вместе с ним покрестились так получилось 20 там 8 27 лет вот так вот не вот какого такого забытия меня священник заводит в алтарь и говорит вон там лев рыкает а для меня это что он там говорит какой лев рыкает я вообще я ну как я бегаю по по стихии мира сего бегал ну и как этого все и нет какой-то лев рыкает ничего нет а в какой алтарь заводит священник ну вот как бы когда покрестил а потом провел через алтарь вышли вот так вот получается я не знаю какой алтарь ходит в алтарь называется в оцерковлении все правильно ну и все и после этого четыре года где-то носился все так же никакого не было изменения на сознание никакого совершения изменения покрестился до крещения в храм не ходили не молились не узнаете как-то так ходил как бы еще где в ребячеством возрасте ходил ну как бы в юношеском не крещеный ничего вот на пасху раз побежим туда в храм там что-нибудь бывало потом даже в недостойном виде ходили в выпившем виде ну да на пасху а слово божие читали до крещения нет и никто вам не пропадет откуда такая помеха еще раз вопрос задайте Сергей помеха какая-то была я отключил еще раз говорю откуда помехи надежда благодатская ну а потом как-то вот какая-то благодать призывающая пришла уже когда я мое произволение поставилось как бы я захотел что-то как бы улучшить внутренний мир там что-то такое когда вот это произволение было поставлено только потом мне как бы ну даже язык вот так как-то вот так вот получается ну а батюшки в церковь подходили на исповедь и какие-то может быть вопросы задавали ну а что задавать задавал да еще задавал ну как кайца ну а если не получается каяться то можно же вопрос не у всех же сразу вот раз отрезали вчера был греш да у меня вот эта жизнь восторгновение почему-то она какая-то странная прошла она быстрая за два года вот так получилось а благодать призывающая кто как она пришла на молитве в мыслях или кто-то ну на молитве на молитве я руку прямо чувствовал Господа прямо для ангела не знаю кого который как бы мне там все устраивал как бы как-то ну как устраивал в каком-то как-то формате я что-то мне такое было что я там надо на священнице пойти учиться там такое юношеская болезнь такая была вот этого еда как-то вот так вот все несло меня как-бы со священником ездил там помогал ему по требам по его ну как-то вот так было так ну давайте брать я можно вернусь вот опять к одной начальной что начали да вот брат задал значит о духе святом да вот как бы я бы что бы сейчас вот сказал так вот и об освящении там вот сейчас что для брата нужно вот это как для хохлолычки освяти их истинную твоею слово твое есть истина это под евангелие это 17 глава 17 сих вот нужно постоянно читать священное писание слово твое есть истина и освяти истинную тогда господь освящает нас и очищает словом своим это прежде всего надо понимать так дух святый он как бы я пошлю духом моего который от отца исходит либо он от отца исходит это духи святом но есть еще вот послание галатам там он говорит о духе но этот дух он наш человеческий который в человеке никто не знает что в человеке кроме духа который в человеке да и который противостоит плоти вот дела плоти известны они суть прелюбодеяние блуд нечистота непотребства идолослужение волшебство враждавство разависть гнев распри равногласия соблазны ереси ненависть убийства пьянца бесчинца и тому подобное предваряю вас так же прежде как прежде предварял что поступающие так царствие божие не наследуют и далее идет плод же духа духа с маленькой буквы это плоды нашего духа это не 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 божьего плод же духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нест закона но те которые христовы распяли плод со страстями и похотями если мы живем духом то по духу и поступать должны не будем тщеславиться друг друга раздражать друг другу завидовать вот как бы так вот это вот то что касается о духе то что в человеке и о духе святом и что вот брату прежде всего надо чтение священного писания и очищение словом божиим ну как бы вот так вот отошел ну вот я как раз сейчас пытаюсь и стараюсь читать помоги господи правильно вы на правильном пути читать чтобы вот ну начать разбираться вот потому что действительно что это на правильном пути понимаешь писание не разумеешь вообще что это за христианство слово божье светильник ноги твоей не слышно а вот вопрос вас как крестили погружением да брат дмитрий минуточку вашего внимания бесполезно дмитрий вас крестили в полное погружение или мочили лоб дать связь что-то там да не там где ребенок разговаривает ну ладно что же делаешь ну брат Сергий что там продолжаем изучение да может быть еще вопросы у кого-то возникли походу тут вот Владимир молчалин здесь не вопрос можно такой крик души наверное написал в чате зачитаю проблема человечества на сегодня остановить технический прогресс вопреки духовному остановить все что вредит душе предприятия не давать лукавому и демонам его вообще даже воздействовать на души нужны избранники божии которые будут сильны и могущественны в тверде слово божие и мысли его на пути брани с лукавым миром государство у нас не верующее хотя и православное повсюду продолжают продавать алкоголь и табачные изделия и другие наркотики вот главное оружие бесов против души сегодня это самая насущная и кровавая проблема вообще человечества и всех взаимоотношений в обществе семье от этого зла все войны на земле и тюрьмы и беззакония и разврат кто закроет эти предприятия в один прекрасный день тот будет добрый молодец а священникам нужно отказаться от золота и своих иномарок и удобной жизни с правителями тьмы вот такое вот послание и еще ходить пешком и благовествовать правду Христа сегодня прямо и смело выступать набрать с грехом мир без машин но как же без машин то машины нужны для того благовествия на газели объездили всю Россию считают поле Европы как пешком тут долго было бы даже не думал еще с книгами добрый день добрый день Сергей о припозднились вы сегодня что-то а я с работы понятно вопросы сейчас у нас время вопросов и ответов ага может быть какие-то вопросы у вас есть есть вопросы у меня такой вопрос откуда у человека в каком возрасте у человека появляется страх смерти и откуда это и где в Библии первый раз встречается об этом спасибо пожалуйста Игнать Тихонич отведите хорошо вот сначала говорили что его заводили в алтарь Владикийский собор 19 правило это запрещает делать с какой целью заводили они написали ну как написали высшие соборы не могут написать и смысла-то никакого нет единственная цель чтобы нарушить правила он ничего не знает ничего не понимает какого-то смотри дракона там льва ну просто какая-то бредня вот идет никакого православия это нету а что вздумали то и творят а веру его святую соборную а вот страх смерти в раю появился в день в который путишь смертью умрешь вот и кончится этим самым в откровении смерть будет брошена в озеро огненное страх смерти в каждой клеточке говорят специалисты что в человеческом организме 320 миллиардов клеток и каждая клеточка наполненная смертью кричить умирать не хочу это в ребенке в самые маленькие такой чуть-чуть начинает понимать он уже страшится этого везде страх страшное животное или что-то это совершенно естественное состояние расстаться с жизнью в которой есть опыт идти туда в лучшее опыта никакого нет вот и все благодарю слава но попутный вопрос когда человек не боится смерти это какое состояние ненормальное ненормальное монтэн есть такой философ был он говорил так отрицать Бога то есть страх Божий под звездным небом или у гроба близко может только совершенный негодяй или преступник совершенный полный когда рядом гроб стоит как ты можешь думать что ты не умрешь смерть все говорит за жизнь твой человек все отдаст говорит кошелек или жизнь и сатана когда приступил и сказал кожа за кожу а за жизнь твой человек все отдаст когда ел праведный страдать должен был как это так страх смерти это совершенно естественное состояние даже даже Христос когда говорит перед распятием да доминует меня щаше сия как человек он боялся смерти горького воспоминания о смерти вот даже просчитать немного если ну чуть-чуть я сейчас закрою одну библию здесь открою без собора запомни сережа девятнадцатое правило ладыки запрещается мирянам входить а сорок четвертое правило это женщинам правильно ли я тут пописал сейчас я еще гляну Игнатий Тихонович пока открываете вопрос такой Павел говорит смерть для меня приобретение для Павла для Павла для Павла то есть его отношение было совсем другое абсолютно другое он прошел эту смерть сорок киллеров и там где он умирал а для человека который просто так живет смерть это все решение всего что было и никогда а расскажите вы как миссионер вот как труженик да на Ниве Божьей вам приходилось сталкиваться не раз наверное со смертью где вам например угрожали передайте ваши ощущения вот как я сейчас отвечаю смотрите спасибо книга Премудрого Сераха сорок первая глава о смерть как горького вспоминания о тебе для человека который спокойно живет в своих владениях для человека который ничем не озабочен и во всем счастлив и еще в силах принимать пищу о смерть отраден твой приговор для человека нуждающегося и изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботами обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения не бойся смертного приговора вспомни о предках твоих и потомках это приговор от господа над всякой плотью и так для чего ты отвращаешься того что благоугодно всевышнему десять лет сто ли или тысячи лет в Аде нет исследования времени жизни вот ответ такой ну что смерть наступает момент когда это отодвигается на второй план господь так делает это мы считаем в житиях святых они приступали к смерти как шли на торжественный брак совершенно вот представьте ведут мимо священников арестовали всех они были там молились и проводят мимо и он видит там одного из сратья которого знает он крышу кроет Мордарий звать его а тот увидел поприветствовал и говорит такую дружину Мордарий ты больше никогда не увидишь идем к нам он быстро сбросил там свои стамески киянки и побежал вперед забежал до дома то не успеет добежать сапожник сидит ты знаешь дружок моей жене скажи я пошел с ними ну подбегает и в эту команду остановится а его охранник катал куда ты ляжешь я христианин ты тоже собачий дух такой же давай сюда его и он в этот же день был казнен и церковь его канонизировала смерть исчезла смерти нет есть переход из одного состояния в другое это состояние полного единения с Богом с Богом или так научен вот сейчас эти игиловцы они мало детей учат этому и когда он умирает родители представьте получил извести как плащет мой сын он погиб а это нет родители торжествуют мой сын как шахид умер он теперь у Аллаха в раю вот как научили их и вот они когда были эти афганцы а русские говорят шурави нехорошие люди его взяли плен говорит предложили принять мусульманство а он не принимает его повели на расстрел он плащет да разве можно плакать ты к Аллаху идешь ай как нехорошо русский ведет себя это можно научить человек абсолютно бесстрашно будет вести себя но нормальное простое состояние просто физическое это ощущение ужаса это совершенно правильно правильно то и другое вот достигнуть этого состояния в моей жизни было несколько раз такие моменты это какая-то грань в котором уже тебя нету просто ты совершенно сторонний сторонний вот дерутся люди на ножах на площадке у нас я выскочил из дома через дорогу перебежал в самую гущу влез в них и всех разнял и потом эти люди приходили как вас оставили живым понятия не имею а вы видели смерть? не видел я понимал что погибают люди сделал абсолютно неразумно неправильно но последствия были удивительные и люди приходили и исповедовались и приходили что ночью меня охраняли в дороге в городе вели даже не расскажешь и когда явная смерть тебе грозит Бог Бог это все может убрать как их пытка можно привыкнуть мне вспоминается случай такой у Петра Первого император Российской империи сказали что у него есть определенная группа здесь заговорщики готовят свержение царя ну и он вселил одного среди них и наконец арестовали главного он был майором в его же армии ну и начали пытать приходят второй день пытаем ни одного слова нет нажечь жгли а иголки под ногти дай там все попробую он даже ни один мускул не дрогнул а что это такое не знаю он сам пришел видел как пытает и говорит а кто ты такой это те которые вас убивать будут гадов пришли к власти и народ мучаете на муки ощущаешь муки да смешно говорит царь да у нас тренировки идут разве такие муки мы друг другу устраиваем да вы даже вообразить не можете император понял такой нужен переходи ко мне я тебе полковника сразу даю сразу дворянству тебе все остальное будет вот как можно приучить себя его бьют а он не чувствует вот сегодня в китайской армии так и вот доску сороковку через него переламывают и показывают это в ролике как готовят в снег живьем голый голый абсолютно зарывается сорок градусов мороза но у него жилок кровь застынет ничего подобного лежит в снегу сейчас и другой вот как учить можно так отношение к смерти детей надо учить этому там хорошо в раю почему князь Владимир когда увидел вечное мучение он еще не понимал но посмотрев на тех которые в аду говорят ой как им плохо а в райская картина а этим хорошо вот рассказывают это уже в виде легенды Мафусаил самый долгожитель на земле 969 лет он прогуливался с Богом и Господь говорит ну как Мафусаил длинная тебе показалась жизнь он говорит Господи мне показалось что я вошел в одни двери в доме а в другие вышел Мафусаил а хотел бы ты еще пожить он говорит конечно а потом говорит Господи а еще один раз придется умирать он говорит обязательно тогда не надо жизни то есть ужас смерти лишает права или желания жить это совершенно нормально интересно спасибо большое ну да почему она говорит смерть лютая смерть самое лучшее это про других серов как говорит 30-17 лучшее смерть нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь теоретически это лучше вот я рассказывал когда еще в армии был еще Евангелия не имел ну у меня близкие отношения с офицерами были они учились где-то в академии узнали что я английский немецкий перевожу я материалы переводил а мне они всякое благо делали и вот говорит у меня друг полковник умирает медицинская служба кислородную подушку на себя я говорю ты понимаешь у тебя все развалено там внутри ты можешь жить еще часа четыре он говорит все знаю жить охота вот рассказывает как это было у Комарова который там горел в космосе ты герой будешь герой там говорит все память потомков он говорит жить хочу это все-таки человек будет цепляться за жизнь любыми способами Бог положил только вера что есть загробная жизнь вот меня допрашивали когда допрашивал там светило медицинский когда называется судебная экспертиза была меня увезли в Кемера психиатрическая там проверка обычно там неделя меня держат месяц второй ждут с Москвы должен приехать Мазур Моисей Аронович и вот мы сидим разговариваем последнее испытание мне ну а как вот считаете вот Зою Космодеменскую мучили и Варвару великомущенцу кто больше герой я говорю конечно Зоя Космодеменская вот как а обычно вообще так не отвечают я говорю еще бы Варвара знала что каждый пальчик вернется к ней у Зои не было никакой веры она пренебрегла этой жизнью если бы ее казнили так как говорят на самом деле такого не было это все придумали героиню вот если бы так была ее мужчиническая кончина она бесстрашно взошла под виселицу то понятно у ней впереди ничего нету кроме виселицы а верующие ну считаем вторая книга Маковейская седьмая глава как мать уговаривает семь сыновей на ее глазах казнят жарят отдирают кожу выдавливают глаза она говорит сынок ты все получишь у Бога сегодня же сегодня и он говорит я не боюсь колите режьте меня Бог с Богом везде хорошо и умереть легко да очень актуально для онкологических у нас в Беларуси в связи много онкологических больных детских хосписов посещал то конечно эта тема очень такая яркая насчет смерти и жизни вот да спасибо большое вот у меня бабушка она 96 лет жила у Синия Ивановна и вот она я вернусь приеду из города в деревню она истомилась три сына ушли на фронт артиллеристами погодки все погибли сколько на горя хватило а и спрашивает ты смертоньку мою не встречал она ждала смерти смерти нет вот он ходит а смерти нет и когда он возрадовался говорит ныне отпущаешь раба твоего владыка по глаголу твоему он истомился жить на этой земле Симеон Богоприимец ныне отпущаешь а вот Саул взял и кинулся на меч правда жизнь уже ему это уже это бесы наверное его крутили где он уже как говорится умер не своей смертью но суицидом он был ранен выхода не было иначе враги бы издевались над ним это было у евреев такое он понимал что враг одолевает они на слонах впервые такая на слоне там сделана там броня люди сидят стреляют и он тогда с копьем коротким поднырнул под слона и живот ему проткнул и слон рухнул на него он знал это а другого так они захватили на скале это все в Библии написано и он живот себе вскрыл как харакири и вырвал кишки и бросил во врагов это тоже было так а как старые бряцы они умирали вот считаешь старые у них там поморские рассказы и окружили их а с ними была солома хворост и сожигошися 405 человек дальше и опять в том то месте и сожигошися то есть самосожжением тысячу и 30 человек когда их считаешь вот эти воспоминания жуть берет ну вот есть хмель рассказ Чаркасова и фильм такой же ну это уже подвиг да подвиг подвиг вы сказали как вас допрашивают когда допрашивают мы поняли вы хотите умереть не будет вам это мне говорят при допросе не будет не будет ты будешь гнить ты будешь искать эту смерть я говорю не буду искать ее она уже ушла ее нету но это они просто пугали мне ничего этого не делали там руки повыкручивали все это пустое 13 дней в холодильнике морозили а это ерунда Игнатий Тихониньевич вопрос ну можно вот комфорт в наше время вот это вот цивилизация вот это вот технологические все эти удовольствия в жизни вот как комфорт и все такое оно какое-то оно может изменять человека понимание к смерти именно так он делается расслабленным вот у нас сегодня собрали занятия здесь сестры пришли и на меня глядят ну я для них-то как щучело огородное ради воскресенья Пасха Христова ну могли бы водиться я весь в заплатах и костюм у меня и обувь все в заплатах почему я страшно люблю жить экономно до последней скамейки говорится копейки вот сегодня приехал из деревни староста и уговаривает и умоляет ну у меня осталось непроданное молоко сливки ну возьми вы то делайте Игорь перестань не думай в стенках оставлять мне это нравится я пошел крапиву нарвал сейчас перетолок ее там с чесночными ветками немного одувальщика взял и проще картошка самая мелкая мне это как раз не то что я подвиг делаю просто я всю жизнь так прожил самая минимальная пенсия у меня 6200 сейчас больше 6500 а у другого 17 у него денег нет у меня он в последний раз деньги занимал я никому не звоню у меня нечем звонить вот приехал ко мне здесь директор очень важный главный банкир Алтайского края представь себе это ну единица-то человек ворощает миллиардами а он ко мне хорошо относится по двору прогонимся я ему говорю если я вам дам сигнал то вы мне позвоните а я уже не буду ждать когда вы откроете а почему я говорю да у меня нет денег чтобы только не закрыт телефон был я говорю он еще так копается вытаскивает 10 тысяч мой телефон то мне подарили он в три раза дешевле понимаешь как они ведь этого не понимают и когда у него все вот есть и все оставлять ой как тяжело они вот умирала жена Рокфеллера говорит она уже пожилая была ну более раннее поколение и она попросила принести самое драгоценное платье все в жемчугах в ожерельях и она как костлявой рукой ухватила и тут умерла и не могли взять у нее так кусочек обрезали и с этим похоронили все что осталось в руках а человек который лежал изнывал и проще он просит приколи меня вот как Саул я умираю это та же была в имя Лех когда женщина жернов сбросила проломила ему череп и он обратился чтобы никто не сказал что от женской руки погиб прибей меня они на смерть смотрели как на естественное состояние я воин я должен умирать интересно один крестьянин разговаривает и говорит ты рыбащишь и там бывают волны большие он говорит конечно так можешь утонуть он говорит конечно а где твой дед умер он говорит да где утонул а отец и отец утонул и ты опять туда на этот кораблик ну другой кораблик он спрашивает а твой дед где был да дома а где умер на кровати а отец тоже и ты на этой кровати спишь вот и все Игнатий Игоревич, можно все-таки я задам вопрос вот по поводу все-таки Семена богоприимца, то есть пока вот он получается не принял получается смерть, да? То есть он не умирал, да? Да, ему было 350 лет с лишним 356, кажется То есть как его? Да, Господь сказал, есть два человека, которым по определенным меркам мы даже можем сказать сколько лет То есть минимум около 3000 лет Это Илья и Инох, а Иноху уже может быть 6000 лет, и они не умирали Ну да, они в районе находятся Но где они находятся? Ян Златовус говорит, не знаем Что взято от земли, это знаем То есть вот это вот именно как бы это послужило его переходу Семена богоприимца Чтобы понять Все кончилось Путь пройден Межи мои пришли по прекрасным местам Наследие мое приятно для меня Просто смерти Охватил бы и обрадовался этой смерти Вот Библия говорит об этом Обнял бы ее Как Евг говорит Будь проклят день В который я был защат Какие муки он терпел А потом бы все вернул обратно вдвойне Да, тут получается и смерть что может как и избавлением быть и смерть как и наказанием может быть и как закон который приходит от Господа поставил черту вот эту провел Страх Страх не вменяется в вину Было такое Вели когда человек и у них веревка за веревку он привязан и должен был конец веревки держать в зубах И когда случилось как вот у Достоевского Федора Михайловича переломили только шпагу как на Чернышевском Ну гражданская казнь оставили живых-то и спрашивали Ну никто не знал как вот Стрельцов Петр Первый казнил ты когда Ты видел как мы шли рядом плакали Он говорит Я никого не видел У меня туман в глазах стоял Я никого не видел Я не знал И как пишет о себе Достоевский Вмиг говорит У меня Говорит Видел солнце Внезапно блеснуло Я маленький ребенок стою в храме А еще ничего не было Он уже там находится И как мальчик считает Евангелие о муках которые Ев претерпел Он вспомнил это все Вот Мария Стюарт когда казнили Ее вывели на казнь Она в течение трех часов сделалась из черных волос совершенно седая Ну это вспоминания или как Вот Иоанн Златоус говорит так что никогда Бог не ставит в вину вот это состояние что страх Главное что ты до конца выдержал и не отрекся Вот это ценно А страх это совершенно естественное состояние Господь так крепко посадил душу в тело что когда мы наказываем тело страдает и душа учится И поэтому вот этот разрыв возвратиться в то состояние в котором человек никогда не был одно это уже ужасает Он не знает меня спрашивает вы же знаете все знаю но у меня опыта я говорю никакого нет и я все думаю что еще у меня поприще продолжается до вечера столько передать Павел говорит но нужнее для вас чтобы я остался хотя сам я давно уже желаю разрешиться вот мы поехали пол Европы не пол Европы всю Европу проехали и Турцию и Скандинавию и Прибалтику и до порта находки и мы видели много смертей дорогой там ударили машину и только рука торчит там из железа где-то видать прям на глазах у нас мы видели это все я видел как зарезали как убили только сейчас разговаривал я видел это своими глазами но ты как-то отстраненно на это смотришь как будто это не ты ты просто как будто где-то со стороны смотришь иногда во сне даже страшнее бывает и человек проснется и не может надевиться что ничего этого не было давайте братья заканчиваем светися светися пропоем ангел вакияш ну да ну давай ангел вакияша благодать и чистое небо радуйся и по перику радуйся твой вакия сетры геви на гробе и мертвы возрегну и люди веселитесь святой 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 новый иерусалим слава бога господь а на тебе и лосия прикуй и не веселись о сионе ты же чистая красу ися богородице христос христос воскресе измертвы смерти измертвы прав сучу я бельф истинно воскресе христос воскресе христос воскресе христос воскресе с богом спасибо с господем до пятницы богом